День добрый, господа! Сегодня у нас небольшой ролик технического характера. Я расскажу вам, как исправить Engine Error в Apex Legend. У этой ошибки есть множество форм и проявлений. Чаще всего замечено три. Это ошибка, связанная с видеокартой. В ошибке присутствуют такие слова, как график, hardware, driver и прочие разные варианты. Текст может быть разный, но в целом всегда понятно, что это что-то связанное с видеокартой, или с NVIDIA, или с драйвером NVIDIA. Второй вариант ошибки – это ошибка какого-нибудь файла, как правило, GFG. Settings GFG, Profile GFG, вид какой-то такой. И третий вариант ошибки – вот именно такой, всегда такой. Если вы уже узнали какой-то вариант из вашей ошибки, то пройдите по соответствующему таймлайну в закрепленном комментарии ниже. Сейчас я буду по порядку рассказывать, как исправить каждую из этих ошибок. И начнем мы с самой первой, самой частой и самой сложной – с NVIDIA. Итак, давайте по порядку, от простого к сложному. Это будет ультимативный гайд, где будет множество решений, какой-нибудь вам точно да поможет. Итак, самое простое, самое первое, что нужно сделать – это самому клиенту Origin, где он у вас там есть, зайти в свойства, совместимость и поставить ему запуск от имени администратора. Это нужно сделать в первую очередь. То же самое нужно сделать и игре Apex. Находите ее, совместимость, запускать от имени администратора. Не так важно, ярлык вы это сделаете или самой программе, это все применится. Сделали. Второе. Обязательно нужно восстановить игру. Открываем Origin, библиотека, Apex. Если вы не делали это ни разу, то обязательно сделайте. Возможно, в этом будет кроиться ошибка. Открываем шестеренку и у нас есть вот такой пункт «Восстановить». Когда вы его нажмете, у вас вот здесь появится шарик. Минут 5-10 игра будет восстанавливаться, проверить все файлы. И если там была загвоздка, она будет решена. После этого можете попробовать поиграть, посмотреть, будет ли у вас появляться ошибка или нет. Скорее всего, уже не будет. Если будет, то продолжаем дальше. Дальше мы можем посмотреть античит. Открываем мы компьютер, ищем папку с игрой, где у вас Apex. В моем случае это будет Games, Apex и вот директория игры. И здесь открываем вот эту папку. Easy Anti-чит. И заходим в Anti-чит. У него есть кнопка «Помощь в восстановлении». Тыкаем, восстанавливаем, все, финиш. Если проблема была с Anti-читом, она будет решена. Дальше. Игра Apex довольно капризная. Она очень не любит различные экраны, оверлей, которые вылазят по верху игры. Поэтому в самой игре, в настройках, попробуйте запускать ее в режиме окна. Там есть такой режим в режиме окна, когда у вас сверху есть полоска, наподобие вот как здесь, да. Или режим окна без рамки. Вот попробуйте играть в режиме окна без рамки. Визуальной разницы вы не заметите, но игра, возможно, это решит вашу проблему. И также, когда играете, отключайте все возможные батлнеты, стимы, разные программы, которые как бы накладываются по верху, могут залазить. Также у нас есть Origin, который тоже может вылазить наверх, но его нам отключить не удастся. Но зато мы можем отключить его экран, который вылазит наверх. Заходим в Origin, настройки приложения. Внутри игровой экрана Origin. И вот здесь он у вас, скорее всего, будет включен. Нам нужно его выключить. Ничего полезного в нем нет, только раздражает и мешает игре. Отключаем, возможно, в этом была ошибка. Окей. Дальше рекомендуется играть на самых-самых низких настройках. Не для того, чтобы снизить нагрузку или еще что-то, а просто потому, что чем больше у вас навороченных настроек, тем больше ваш графический интерфейс наделывает, как сказать-то, наворачивает множество фич на графику в игре. Включает разные там шейдеры, постэффекты, антианалайзинги и прочее. Поэтому просто даже ради эксперимента попробуйте поставить все на самое низкое в игре и поиграть так. Плюс это можно сделать еще вот здесь. То есть тыкаем на любое пространство рабочего стола, панель управления NVIDIA. Так, так, так. Заходим в управление параметрами 3D и вручную выставляем все, что нам не нужно на выкол. То есть, а не нужно нам что? Любые сглаживания. Вот такое сглаживание. Вот эти все сглаживания. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Все сглаживания выключаем. Также фильтрация текстур выставляем на высокую производительность. Обязательно. Вот, у вас возможно что-то другое было. Ну и вообще в целом можете полазить по этой настройке. Чем больше вы отключите, тем лучше. Тем меньше ваша графика будет подключать каких-то фич, в которых возможно могла крыться ошибка. И обязательно заходим вот сюда. Физикс. Настройка физикс. И вот здесь, скорее всего у вас стоит автовыбор. Его нужно сменить на ЦП. Так будет лучше. Переключаем. Все, забыли. Окей, это мы сделали. После этого снова пытаемся поиграть в игру и смотрим, исправилась ли наша ошибка. Если ошибка все еще у вас появляется, то последним действием, которое вы можете сделать, это обновить сам Nvidia до более стабильной версии. Ссылка будет в описании. На драйвер Nvidia. Именно вот такой вот драйвер. 417, это стабильная версия, которая проверена многими игроками. Если вы попробуете поставить такой драйвер, то это возможно решит ваши проблемы. Окей, ошибка номер один. С этим мы разобрались. Поехали к ошибке номер два. Это ошибка, связанная с файлом. Как правило, в самой ошибке пишется название этого файла. Это либо Settings.kfg, либо Profile.kfg. Путь к этому файлу. Мой компьютер. Локальный диск C. Пользователи. Тыкаем на название вашего компьютера. В моем случае такое. Сохраненные игры. Респаун. Apex. И вот здесь, если у вас ошибка Settings, она находится в локале. Вот этот файл. Если Profile, он находится в Profile. Давайте разберем на примере профайла, что нужно делать. Что это такое? Это обычный документ, где пишутся некие настройки вашего профиля, графики и каких-то таких вещей. Если у вас ошибка с этим файлом, мы его копируем. Вставляем куда-нибудь просто для резерва, чтобы он был. А сам вот этот файл в папке мы переименовываем. Вот точное, полное его название вместе с расширением KFG. Ставим точка. Hold. Все. То есть мы сказали игре, что это старый файл. Теперь, когда вы зайдете в Apex, она создаст по новой, новый файл профайла. У вас, скорее всего, слетят какие-нибудь настройки, но зато ошибка больше появляться не будет. Settings то же самое. То есть вы просто создаете копию и пишете old. Все то же самое. Я думаю, здесь понятно. Ошибка должна решиться. И переходим к третьему виду ошибок. Он имеет вот такую форму. Да, строго такую. Решилась она на зарубежном форуме. Ссылка на него будет в описании. Я же быстренько расскажу, как все это сделать. В общем, смотрим, какая у нас версия операционной системы. Скольки битная версия нашей системы. 64 или 32. У нас в данном случае 64. Мы копируем весь этот текст. Просто Ctrl-C. Сдаем обычный текстовый документ. Никак его называть не надо. Вставляем этот текст. Сохраняем. Вот у нас есть текстовый документ. Пописанным кодом. Переименовываем его в regedit. Именно так. .reg Соглашаемся. Все. Теперь это не текстовый документ. Это файл реестра. Мы тыкаем на него два раза. И он говорит внести данную строчку в реестр. Мы соглашаемся. Все. Когда вы согласитесь, данная ошибка должна пропасть. Все. Мы разобрали все ошибки, по которым могло вас вылетать, не запускаться или как-то жестко дропаться, как в моем случае Apex Legends. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Помогло не помогло. Ну, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok